Глубокий вдох и не дышать. Эти слова рентген-лаборант Наталья Любименко за день произносит несколько десятков раз. А за время всероссийской акции «Месячник борьбы с туберкулезом» стала делать это еще чаще. Говорит, благодаря врачебной агитации людей, желающих проверить свои легкие, стало приходить намного больше. А ведь флюорография в диагностике туберкулеза – первое дело. Это единственный метод, который может на ранних стадиях определить наличие туберкулеза. Потому что на последних стадиях – летальный исход. Вот так на снимке выглядит туберкулез – белое пятно на легком. Неопытный глаз даже может не обратить на это внимание, но для врачей такой результат – сигнал к действию. Белое пятно – это первая стадия туберкулеза. В этом случае пациента оперируют, и на легком остается едва заметный шов. Наша задача – выявить как можно раньше, как можно больше людей, которые, к сожалению, заболели или инфицировались данным. И как можно раньше начать лечение и реабилитацию данных пациентов. Причина туберкулеза не всегда курение. В первую очередь – это снижение иммунитета, истощение, недосыпание, а также переусердствование с диетами. Вдобавок весомую роль играет климат. Пыль и влажность тоже способствуют вызыванию болезни. Вредные привычки, конечно, только усугубляют положение. Так что, как это ни банально, не болеет тот, кто ведет здоровый образ жизни. Несколько сотен людей в Приморском крае ежегодно погибают от туберкулеза. И это те люди, которые не выполняли вот эти банальные требования. Плюс ко всему, врачи советуют не пренебрегать профилактикой и регулярно проходить обследование. Учитывая, что Приморский край, как говорят специалисты, один из самых неблагоприятных регионов. Туберкулез передается и воздушно-капельным путем, поэтому флюорографию, как правило, нужно делать один раз в два года. Но в тех районах, где высокая опасность заражения туберкулезом, флюорографию советую делать один раз в год. Пойду сделаю. К слову, флюорография – это не единственная диагностика туберкулеза, потому как болезнь может распространяться по всему телу. Туберкулез – это не только заболевание легких. Туберкулез может поражать практически все органы ткани в теле человека. Одним из органов мишени туберкулеза являются органы мочеполовой системы. Это могут поражаться почки, мочеточники, мочевой пузырь. Во время месячника борьбы с туберкулезом, а это с 24 марта по 25 апреля, каждый желающий может пройти флюорографию в любой поликлинике, даже не по месту жительства. Главное – иметь с собой полис. Врачи отмечают, процедура занимает несколько секунд, а вот последствия от вовремя невыявленного туберкулеза могут стоить нескольких лет жизни, а подчас и ее самой. Ирина Мокрецова, Игорь Болтов. Новости на восьмом.